добрый вечер уважаемые участники здравствуйте александр всех рад приветствовать на нашей с новой встречи с александром как всегда раз в месяц мы встречаемся обсуждаем рынок и конечно сегодня было бы интересно обсудить да порассуждать на тему того завершился ли или начался скажем так бычий рынок до завершился ли медвежий рынок начался ли обычай и также у нас есть такая поговорка с волстрит до продавай в мае и уходи насколько это правило применимо на текущий момент потому что с одной стороны мы видим что рынки достаточно активные но возможно какое-то снижение активности последует летом конечно об этом мы сегодня поговорим и о многом другом но как всегда прежде чем мы начнем а прежде чем мы двинемся дальше я как всегда напомнил о рисках всегда важно помнить о том что торговля на финансовых рынках она связана с рисками с ними нужно разобраться ознакомиться научиться контролировать и только после этого уже реализовывать инвестиционные идеи или заниматься трейдингом это крайне важно а для тех кто присутствует впервые на наших вебинарах да и в целом принципе знакомиться с нами как с компанией да скажу пару слов о компании admirals мы являемся брокером работаем на рынке уже более 20 лет оказываем сервис для трейдеров для инвесторов я предлагаю платформу до различные виды как мобильная версия так и метатрейдер и ключевые услуги это именно инвестиционные счета да и на счета для трейдинга работа мы в разных юрисдикциях да от европы получили лицензию также в канаде в южной африке да в иордании и всегда находимся в одном правом поле с нашим клиентом также напомню еще раз что для особенно для инвесторов у нас есть удобное мобильное приложение в котором вы всегда можете следить за вашими сделками читать новости читать аналитику и следить за вашими позициями в адмиралс мы уделяем большое внимание обучению потому что мы понимаем что очень большое количество людей не знакомы с трейдингом не знакомы с инвестициями и для этого мы проводим различные серии до встреч вебинаров записываем раз и различные обучающие уроки на нашем youtube канале и собственно здесь я хотел сказать о том что у нас есть да youtube канал на котором также проходит конкурс с александром где можно выиграть книгу с его автографом об этом я расскажу чуть позже но пока хочу предложить вам подписаться на наш youtube канал и также на телеграм-канал ссылочки я пришлю уже чуть позже в чат а для тех кто смотрит нас на youtube канале то все ссылки будут доступны в описании к видео если посмотреть на рынок да вот как всегда делаю такой-то как у нас встреча в конце месяца до сегодня как раз последний день мая до завтра уже наступает лето ну надеюсь что там где вы живете оно наступает в таллине оно то наступает то убегает говорится достаточно стандартная погода возможно какой-то месяц будет теплый и собственно если посмотреть на вот этот хитмэп по инструментам которые за последний месяц туда мы видим что технологичные компании сильно выросли собственно они были основными драйверами роста в том числе индекса s&p 500 до индекса nasdaq потому что они больше всего это находится по капитализации и давали как раз этот импульс и с другой стороны мы видим достаточно большую красную ну не сильно тем не менее в негативной зоне в красной это акции как раз других секторов и других компаний и как всегда по плану сегодня обсудим ситуацию на рынке разберем посмотрим как раз основные инструменты которые смогут нам помочь сформировать видение до основной картины по разным рынка подведем итоги конкурса также разберем несколько акций и в конце у нас также будут ответы на вопросы которые наши участники прислали до нашей встречи и в конце я также расскажу про индикаторы александр как их можно установить платформу и про правила конкурса александр с большим удовольствием и как всегда с большим нетерпением мы ждем встречи и я очень рад что вы к нам присоединяетесь делитесь своим колоссальным опытом позволяет нам вместе с вами ну точнее учиться да на вашем опыте спасибо большое александр и передаю слово вам спасибо спасибо большое роман за такое доброе представление всегда с огромным голосом работаю с вами и ожидая момента когда вы начнете вместо меня читать эти проводить эти занятия потому что очень часто игры а сейчас посмотрим его уже тогда ставите значит мышку спелись очень приятно быть здесь и кстати иногда у меня даже получается в последнее последнее время иногда встречаются личные встречи с участниками этих вот онлайн вебинаров у меня был класс в в риме в декабре и было несколько человек которые сказали россиян которые сказать уехали из страны было несколько человек были которые сказали что они значит смотрят вот эти вот ежемесячные вебинары буквально вот несколько недель тому назад 20 мая я был в голландии и там провел однодневный класс и там тоже был человек который значит смотрит эти сам живет в лондоне он смотрит эти вебинары даже привез мне банку английского чая а я ему подарил бокал который значит я там в голландии в бельгии закупил так что обменялись комплиментами было очень приятно лично увидеть людей конечно на онлайн очень онлайн конечно это очень принято сейчас и все но лично это еще лучше невероятно важное и трудное время трудное в смысле такое требующее огромного внимания и понимания времени на рынке потому что американский рынок бьется о линию выше которой начинается бычий рынок медвежий рынок еще никто не отменял но лучше мы об этом поговорим глядя на графике хотите вы показать да давайте по вашему графику вот так вот это две линии которые мы обсуждаем уже не первый месяц если смотрим на левую сторону недельный график и это график S&P S&P 500 и у самого левого края вы видите верхушку это был декабрь 2021 года где бычий рынок значит была пандемия рынок упал очень резко и также резко начал расти и долго рос а это начался медвежий рынок бычий рынок отмечается чередой более высоких пиков и более высоких низов а медвежий рынок более низкие пики и более низкие высоты так вот в октябре значит была последняя самая низкая самая низкая донышко и после этого рынок пытался пытается подняться и ему необходимо подняться выше пика февральского а февральский пик это 4200 на S&P ему необходимо подняться выше этого пика для того чтобы сказать да у нас новая структура более высоких высот и более высокие низы мы уже видим а более высокие высоты мы увидим если рынок уверенно я подчеркиваю уверенно пробьет 4200 всю прошлую неделю вернее в конце прошлой недели рынок царапал эту линию высунул туда голову пальцы получил по пальцам получил по голове и сейчас торгуется значит ниже этой линии кстати хочу к слову сказать что вот эти вот линии поддержки и сопротивления это не как знаете стеклянная стеклянная стена вы проходите мимо там магазина и у них стеклянная огромная витрина если кто-то разобьет все значит она разбита помещение открыто линии поддержки и сопротивления на рынке я их сравниваю с проволочным забором на ферме бык может нагнуться против этого забора может просунуть голову через проволоки нажать на забор но в конце концов он остается как правило по эту сторону забора и вот именно это происходит сейчас с рынком глядя на дневной график с правой стороны вы видите как здесь нет кстати Роман может вы приведете здесь тоже эту линию на 4200 спасибо чуть-чуть вот так вот вот так хорошо 4200 с копейками окей значит что произошло на предыдущей неделе рынок потыкался головой в эту линию и отошел в прошлый четверг он закрылся выше этой линии в пятницу он открылся еще выше закрылся плоско вчера он закрылся опять пытал он выбил высшую точку прошлой недели извините пожалуйста воду не принес я обычно Роман вы наверное видите другая обстановка мой кабинет на верхнем этаже под самой крышей зимой там приятно печка все а летом жарко у нас сегодня 30 градусов обещают по Цельсию я переехал на самый нижний этаж так сказать в саду но воду принести забыл но она тут рядом если что я сбегаю так вот вчера рынок открылся поднялся чуть-чуть выше на высоту и закрылся над самой этой линией в 4200 а сегодня рынок в таком довольно глубоком обвале и на данный момент значит он почти на 30 пунктов ниже этой линии что в это время показывают нам индикаторы смотрим сначала налево посмотрите на структуру MACD гистограммы самое важное заметить это то что в январе гистограмма пробила нулевую линию опустилась ниже нуля потому что без пробития нулевой линии нет дивергенции пробила эту линию и опять поднялась но уже слабее медвежья дивергенция смотрим на индекс силы который немного ниже и здесь мы видим конечно очень сильную медвежью дивергенцию то есть на недельном графике мы видим что быки что-то напрягаются напрягаются но очень теряют силу и у правого графика у дневного мы видим конечно колоссальную медвежью дивергенцию MACD гистограммы так что я я остаюсь медведем старый старый принцип биржи как сейчас на русский перевести существующий тренд будет продолжаться пока не будет доказан его разворот разворота есть попытки потуги попытки на разворот но разворот вверх не доказан и пока рынок не закроется уверенно выше уровня 4200 я я остаюсь медведем что я имею ввиду когда я говорю уверенно ну вот как вот здесь вот рынок в четверг поднялся закрылся на 4205 ну это это так это шум это бык копыта просунул в другую сторону а тут получил пока сегодня он получает крупно по копытам и находится в таком довольно серьезном обвале все это происходит все это происходит на фоне политического кризиса США связанного с тем что по американскому правительству сидит у правительства огромный долг ну это большинство стран у правительства большие они тратят деньги быстрее чем они их собирают последний вообще последний раз когда когда правительство получало больше чем тратило и бюджет был сбалансирован было еще при Билли Клинтоне тысячу лет тому назад да так вот правительство в долгу и размер этого долга определяется законом и стычка идет стычка идет борьба между республиканцами и демократами демократы говорят давайте повысим этот лимит без всяких разговоров чтобы нам значит не подрывать не подорвать кредитный рейтинг нашей страны репутацию нашей страны а республиканцы говорят фигушки вам вы любите тратить вот для того чтобы мы согласились поднять согласились поднять этот уровень вы должны согласиться на уменьшение некоторых трат а не тратят чтобы покупать голоса естественно вот такой вот идет конфликт и в принципе президент и глава республиканцев президент демократ глава республиканцев глава в конгрессе они договорились но и с той стороны справа и слева есть такие очень громкие идиоты которые говорят а нафиг с этой репутацией вот мы хотим своего или ничего да поэтому есть возможность есть возможность дефолта причем этот дефолт никак не связан с экономическим кризисом это чисто политическое мероприятие и рынок конечно лихорадит от этого дела вот так вот S&P я немножко отошел в сторону но просто Роман хотел нарисовать фон этой картины тот фон на котором развиваются все эти события а теперь конкретно немножко о рынке вы знаете если вы хотите Роман я покажу этот индекс новых высот новых низов который показывает качество вообще качество лидерства на рынке да сейчас одну минуту сейчас я вам сделаю доступ окей можете забирать сюда share screen и и сюда share это индекс S&P это кстати давайте прямо идем на новых индекс новых высот новых низов слева недельный график как всегда справа дневной вы видите на недельном графике вот этот индекс новых высот новых низов вот эта красная линия которая идет поперек можно сделать чуть-чуть погромче это нулевая линия и вы видите что во время медвежьего рынка индекс новых высот новых низов почти все время сидит ниже этой линии а когда он выходит выше нее он показывает пик ралли и там вот быки получают по ушам да а сейчас вообще этот индекс сидит четко ниже нуля идем к дневному графику с правой стороны и и здесь я сейчас нарисую эту горизонтальную линию 4200 где это где это где это вот так чуть-чуть выше вот так примерно 4200 рынку необходимо перепрыгать преодолеть эту линию выше февральского пика посмотрите на индекс новых высот новых низов в феврале вот это была сила быков и посмотрите сейчас где быки быки где ниже нуля сидят ниже нуля то есть колоссальная медвежья дивергенция имеет место поэтому хотя конечно очень популярно быть быком в сегодняшний день я должен занять позицию которую диктуют мне мои инструменты и хочу очень быстро показать еще один индикатор потом я отдаю контроль вам это индикатор новых высот новых низов но не простой а связанный с капитализацией рынка то есть естественно когда какая-то огромная акция типа Apple или Microsoft или Amazon поднимается до новой высоты это гораздо более важное явление чем какая-то маленькая компания которая тащится по низам так вот зеленая линия это капитализация новых высот красная линия капитализация новых низов и мы видим здесь опять-таки сильнейшую дивергенцию вот это было новые высоты с капитализацией это было в марте а здесь вот они сидят сейчас рынок выше лидеры стали слабее при этом очень важный момент который не показан на этом графике из сотен и сотен акций которые составляют этот индекс индекс новых высот всего лишь 7 акций создают половину этого индекса то есть это говорит о том что ралли очень узкая есть очень небольшое количество акций вот Nvidia конечно другие акции электронных компаний которые Роман показывал в самом начале на этом ковре цветном количество зеленых компаний очень невысоко и а вся вся биржа приседает поэтому я считаю это очень опасная ситуация Роман возвращаю вам контроль спасибо Александр вот там как раз пока я сейчас переключаю пока я переключаюсь там как раз появился технический вопрос по поводу вида спикера то есть там в зуме можно настроить я просто для всех тоже скажу если кому-то мешает картинка спикера то ее можно поменять в настройках зума и я включил графики да и как всегда после S&P у нас DAX 40 я рад вспомнить что на предыдущем вебинаре я указывал на DAX как на кандидата каратить на правом графике извините на левом графике с левой стороны недельный график вы видите потрясающе эффективную медвежью дивергенцию то есть это такая вот эту картинку вырезать и повесить на стенку вот так вот должна выглядеть самая лучшая дивергенция причем я это серьезно говорю распечатать вырезать и повесить потому что каждый трейдер должен знать как выглядит график на котором вы всегда будете торговать да у меня есть друг и мой партнер по группе spike trade он всегда говорит what is your A trade где твоя сделка A A это пятерка где твоя сделка на пятерку как она выглядит как выглядит сделка на пятерку ты должен определить как она выглядит и распечатать повесить над экраном запомнить у меня это прямо как ну у меня это уже как внутри головы вот это вот дивергенция на пятерку посмотрите в центре графика у DAX сильное ралли это октябрь прошлого года ралли понемножку начинает слабеть посмотрите на MACD гистограмму ралли начинает слабеть но дивергенции еще нет а потом где-то в феврале марте MACD гистограмма опускается ниже нуля вот это я называю сломали хребет быку и потом MACD гистограмма поднимается вот какая она сильная да сравните слева и справа по разные стороны вот этого пролома вниз вот вот такую вот эта картина которая когда я вижу такую картину я говорю Алекс если ты не будешь торговать этим чем ты будешь торговать да вот это оно и есть это недельный график переходим к дневному графику был ложный пролом вверх на графике смотрим на гистограмму очень сильный очень сильная дивергенция еще ниже дивергенция индекса силы все сошлось все сошлось и поехали и поехали то есть бычье движение прекратилось и и сейчас DAX переходит перешел в медвежью переходит в медвежью фазу чтобы полностью туда перейти он должен вернуться я смотрю опять на недельный график слева обе скользящие средние должны повернуть вниз на данный момент красная уже повернула вниз а синяя еще красная быстро а синяя медленная она еще то есть происходит разворот вниз одного из сильнейших одного из лидирующих рынков мира поехали спасибо Александр переходим к следующему инструменту и открываю евро доллар опять-таки иногда бывает такая мутная картина иногда она бывает ясной 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 и опять-таки процитировать моего друга и партнера по спайк ты должен знать свою сделку на пятерку да вот смотрим налево в евро был очень сильный взлет смотрим на мсд гистограмму в центре временной зоны какая сильная была мсд гистограмма раньше в конце в конце 22 года пролом вниз произошел и опять подъем и Роман может быть вы проведете линию выше декабрьского пика там как бы палец кверху торчит вот-вот-вот чуть-чуть вот-вот вот эта линия вот она произошел ложный пролом вверх ложный пролом вверх потому что поцарапал поцарапал и все быки все быки да-да ну как пролом вверх поехали сейчас все закупимся как реагируют новички когда профессионал смотрит на пролом большинство проломов ложные иногда они срабатывают но чаще наоборот и когда я вижу такой пролом и посмотрите на высоту гистограммы во время второго пика да что еще сказать и посмотрите на поведение индекса силы на первом пике и на втором без слов да без слов переходим к дневному графику там были кстати тоже небольшой ложный пролом вверх был уже в апреле если вот над этим вот так вот да где-нибудь над апрельским пиком провести горизонталь левее левее вот так чуть ниже ниже вот вот она вот она да сигналит да пролом вверх закупаемся все поехали все быки да а что в это время делает гистограмма она тонет что в это время делает индекс силы медвежья дивергенция вот это сделка на пятерку вот это рекомендует причем серьезно без шуток я рекомендую распечатайте вырежьте и повесьте на стенку где у вас там компьютер стоит или где вы работаете обычно где вы делаете свою аналитическую работу над рынком вот этого надо ждать вот это вот это она и есть сделка на пятерку для меня у других людей она может быть другой но на рынках же нет это же не то что есть одна лучшая игра все остальные хуже да это как жену выбирать да она должна быть лучшая для вас а если она кому-то не нравится пожалуйста не играешь не играет никакой роли вам нужно выбрать какая у вас сказать кого вы хотите в жены и кого вы хотите в сделку сделку на пятерку это может быть это и будет другим чем у многих других людей но вы должны четко знать это для меня а вот это нет едем дальше спасибо Александр открываю золото в золоте если я правильно помню в прошлом вебинаре я указал что на недельном графике была дивергенция но очень слабенькая а второй пик был довольно сильным то есть разницы между первым и вторым пиком не было такой сильной разницы которую мы только что 30 секунд назад видели на графике евро евро доллар поэтому я предлагал не коротить золото а подождать пока оно опустится в зону ценности значит зона ценности это между двумя скользящими средиями а там уже ожидать покупки импульсная система перестала быть красной на недельном графике покупка разрешена смотрим на дневной график дивергенции такой нет но в МСД гистограмме есть такая небольшая дивергенция позитивная в индексе силы так что я думаю наступает золото золото я думаю нащупывает нащупывает свое дно уже нащупывает дно давайте посмотрим на нефть очень похоже на тройное дно да причем это дно если вы можете немножко сжать график недельный да видите вот эта горизонтальная линия где приведена по дороге вверх это была линия сопротивления а по дороге вниз она стала линией поддержки это типичное поведение рынка нефть ударила по этому уровню это значит где-то порядка 73-74 долларов ударила раз ударила два и три и даже вот на этой неделе можно сказать четыре а возыны не там если бы нефть хотела опускаться ниже у нее были все возможности этого сделать она этими возможностями не воспользовалась смотрим на дневной график с правой стороны и мы видим вот этот вот ну самого правого края мы видим вот этот вот хвост кенгуру я раньше называл это пальцем но у меня была замечательная переводчица в Москве Рита Волкова к сожалению умерла она вообще была всю жизнь инвалидом и она назвала эту фигуру хвостом кенгуру кенгуру отталкивается от хвоста кенгуру никогда не прыгает обратно кенгуру бежит только в сторону противоположного хвосту это хвост кенгуру так что нефть строит дно покупать еще рано потому что импульсная система красная как на недельном графике так и на дневном но четко приближается точка покупки записывайте мы встретимся через месяц посмотрим прав или не прав я не всегда прав кстати и поэтому необходимо к любому анализу любой анализ подкреплять правилами контроля над риском которые отражены хорошо я думаю в моей книге как играть и выигрывать на бирже в 21 веке по-английски называется the new trading for a living последнее как всегда Роман вы хотите выкатить игровой стол и сказать а ну-ка а что насчет этой замечательной криптовалюты по просьбам я скептик по крипто я смотрю на эти цены каждый день каждый день почему потому что для меня это индекс азарта на рынке когда крипто идет вверх то и акции скорее пойдут вверх когда крипто плохо себя ведет то и акции обычно плохо себя ведут я смотрю что сегодня у правого края графика крипто это в довольно крупном обломе точно так же как и фондовый рынок долгосрочно я только могу чесать репу или рвать волосы на стебе но я уже потерял большинство из них из-за того что я их рвал слишком долго недельный рынок мне ничего не говорит я смотрю на график S&P график MECD извините я вижу такой довольно сильный пик сейчас MECD опустилась ниже нуля если бы вы знаете я не хочу насиловать себя и предлагать мнение если бы оно у меня было поверьте я бы с вами поделился никаких секретов просто такой очень туманный мутный рынок в туманно-мутном положении но если кто-то пистолет приставил голове и сказал Алекс ты должен сделать сделку и уехать на лето да я бы купил я бы не продавал я думаю что все-таки тренд вверх на недельном графике но это не то что я рекомендую спасибо Александр и как раз мы завершили обзор основных инструментов и как всегда у нас по по времени это то чтобы мы обсудили как раз те 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 инструменты которые нам были присланы на конкурс да и выявили победителя собственно сейчас как всегда показывают турнирную таблицу да кто у нас участвовал в данном конкурсе на самом деле в этот раз было большое количество инструментов не только акции были и ETF да SQQQ да были также кто-то предлагал торговать и биткоин были отдельные валюты но в этот раз победила все так же ну как часто бывает как раз акция вот движения были очень много стоп-лоссов да то есть были движения разнонаправленные в лонг и в шорт да в целом да сейчас такую общую картину но победила бумага стикером MPVR и участник который предложил Тарас Копач поздравляем да я со своей стороны дальше уже расскажу как можно будет получить книгу и кстати да для всех кто то есть у меня закончились уже книги которые были предыдущие да которые мы разыгрывали и наверное их ценность в том что в них внутри да была подпись Александра когда он приезжал в Таллин и подпись туда поставил и ну они закончились и теперь мы начнем уже следующим победителям отправлять последнюю книгу тем более она уже доступна для продажи мы обязательно это начнем уже для следующих победителей да такой небольшой анонс и теперь как всегда давайте посмотрим на несколько этих сделок да начнем как всегда то есть там есть несколько интересных примеров которые хотелось бы обсудить но начнем как всегда с бумаги победителя сейчас я открываю да это бумага Monosolic Power Systems как всегда я нанес уже саму сделку да здесь сделка была предложена на шорт вот стрелочка на недельном графике где предлагалось его продать где Take Profit и то же самое на дневном сразу же скажу что сделка предлагалась ну собственно по ГЭПу я думаю что и Александр сразу безусловно заметил и наши участники заметили то что сделка была предложена перед выходом отчет отчета о доходах да вот да я проверил это действительно то есть были отчеты о доходах вот 4 мая 4 мая не докладывали после закрытия да но вот эта бумага победила вы знаете говорят конечно победителей не судят да но для меня я смотрю на дело так поздравляю да поздравляю премия все пожалуйста но игра на бирже это не стометровку бегать это марафон и допустим там на стометровке можно там там схитрить там или это ну краткосрочная игра а в марафоне все-таки все слабости выявляются и раз два три пять раз может быть что человек играет перед объявлением доходов а потом говорится поварился кувшин по воду ходить одна сделка смывает результаты всех предыдущих сделках сделать такого типа пару лет тому назад я придумал систему значит как играть перед объявлением доходов и стал играть на то что я называю игрушечные позиции игрушечные позиции то есть одна десятая примерно одна я уже даже одна десятая вот так вот примерно мои обычные сделки может быть одна восьмая и все шло очень успешно значит я там делал какие-то копейки на этом деле иногда немножко терял но в принципе чего-то двигалось и в один прекрасный вернее наоборот от прекрасного день Netflix объявил свои результаты и акция которая стоила 300 долларов упала и открылась по 200 и моя маленькая позиция вырвала здоровенный кусок мяса из меня потому что разница в 100 долларов на дорогой акции короче говоря это типичный вариант я поэтому предлагаю вам избегать торговать перед перед докладами о доходах о сообщениях о доходах не по каким-то там сказать теоретическим причинам просто потому что до сих пор мне вспоминается этот шрам на котором я сижу сижу который Netflix из меня выпустил да очень опасная игра очень опасная игра не стоящая этого не стоящая этого это как через дорогу бегать с закрытыми глазами посмотрел надел повязку на глаза и побежал пять раз прошло но один раз не пройдет конец проповеди сделаю небольшое статистическое ну небольшое потому что на небольшой статистической группе по крайней мере тех участников которые у нас прислали сделки и там были часть по-моему две или три сделки которые также предлагалось торговать перед отчетом за несколько дней или в день и собственно перевес был в пользу тех кто торговал перед отчетом ну соответственно там три сделки они закрылись с убытком. То есть в данном случае одна с прибылью, три с убытком. Даже на такой маленькой группе мы видим, что это достаточно рискованное занятие. Спасибо, Александр. Роман, я только добавлю, вы хотели, чтобы я поговорил об этой сделке на Broadcom, которую я открыл вчера, закрыл сегодня, просто она относится к этой теме, там тоже, значит, сообщение о доходах завтра. Просто напомнить вам. Всего хорошего. Окей. И вот еще несколько сделок, которые предлагалось, причем две бумаги, одна из них CRM, и по ней было два участника, которые там с разницы в один день предложили практически одинаковые сделки. В данном случае также было на продажу с достаточно небольшим стоп-лоссом для данной бумаги. И тем не менее, цена продолжила рост, то есть у обоих участников позиция закрылась по стоп-лоссу. Недельный, да, и дневной здесь. Можно было, в принципе, если очень быстро торговать, можно было бы сделать какие-то деньги. Сделка была легальной, в том смысле, что импульсная система была синей на недельном графике, она была как раз переходила с зеленой на красную на дневном. То есть какой-то очень быстрый трейдер мог сделать это, так сказать, легальная была сделка, но для того, чтобы заработать на ней деньги, нужно было иметь очень быстрые рефлексы. А именно, закоротил выше, вы знаете, мы много раз говорили о зоне ценности. Какова ценность акции? Цены разбросаны по всему экрану. А какова ценность? Вот не стоимость, а ценность. Ценность живет между двумя скользящими средними, быстрой и медленной. Поэтому, вот сделка, показанная на экране, была сделана, когда CRM торговалась выше ценности. А потом она упала в зону ценности в тот же день, да? На следующий день упала ниже зоны ценности, а на третий день она уже ниже ценности не пошла. Остановочка получилась. Вот я выбежал уже на этом месте, да? То есть, первый день вход в сделку, второй день падение ниже уровня ценности, на третий день отсутствие прогресса. Сняли прибыль, поехали домой, побежали домой. Кстати, сделка, которую я вам покажу позже, которую я сделал на основании нашего вчерашнего вебинара, вчера открыл, сегодня закрыл. Вот именно вот такая отсутствие прогресса. Снимаем, что есть, и опять-таки есть такая, на американском рынке есть такая поговорка. Никто никогда еще не разорился, снимая маленькую прибыль. Хорошая поговорка. И, наверное, еще одна бумага, о которой мы говорили несколько встреч назад, особенно когда была ситуация вокруг банков, да, и была у нас, обсуждалась компания, ну, банк, First Republic Bank, и, собственно, здесь хотелось бы это обсудить с точки зрения того, того, что, конечно, да, цена сильно упала, да, там, со 140, со 160, там, до уровня 18, и я думаю, что у, возможно, начинающих трейдеров, или у трейдеров, у кого, кто, возможно, не видел, да, подобной ситуации, которая периодически на рынке происходит, а сейчас, я насколько понимаю, этот банк поглотил другой банк, не помню. Его больше нет, да. Да, да, да. То есть, подобный риск, ну, я думаю, что вы, Александр, лучше. Во-первых, у меня деньги были в этом банке, да, причем, причем, это очень хороший банк был, я их любил, да, я вас любил, чего же более, что я могу еще сказать, Пушкин, да. Банк был знаменит тем, что он искал, не то искал, он приглашал обеспеченных клиентов и давал им абсолютно первоклассное обслуживание. Я как-то во время финансового кризиса, мне нужно, я хотел перефинансировать ипотеку на пентхаус в Нью-Йорке, и никто не, все отказывались перефинансировать, ну, как трейдеры, ненадежный доход, да, и кто-то мне посоветовал, дали мне имя вице-президента в банке, я позвонил ей, пошел туда, сели через стол, поговорили, кто я, что я, она сказала, а у вас там какие-то, она хотела какие-то финансовые бумаги, посмотрите, они у меня были с собой, она говорит, вы не возражаете их оставить? Пожалуйста, конечно, специальный лишний экземпляр вам принес, она говорит, ну, мы через несколько дней с вами свяжемся, через 3-4 дня она мне звонит и говорит, мы вам дадим перефинансирование, приходите заполнить все бумаги, вот так вот, да, я бутылку шампанского потом принес на закрытие этого перефинансирования, ужасно жалко, что они закрылись, просто жалко, но они погорели на том, что, ну, они зарабатывали тем, что они платили очень мало по депозитам, а погорели на том, что, что они купили госбумаги по мере роста процентных ставок, то есть, допустим, госбумага платит 1%, а теперь, значит, она платит уже 2%, поэтому госбумаги, которые у вас в портфеле лежат, если вы их будете держать до победного конца, вы получите все бумаги обычно 1000 долларов, вы получите 1000 обратно, но если вам нужно эту бумагу продать сегодня, то 1000 вам никто за нее не даст, потому что будет скидка, потому что она платит только 1% вместо двух, вот на этом они сгорели, очень жалко. Я немножко поигрывал на эту компанию, я чуть-чуть играл на повышение, но не обжегся совершенно, ушел живым, деньги свои, значит, деньги мои целы совершенно, банк был перехвачен, дело в том, что в американских банках страховка на четверть миллиона долларов дается физлицам, у меня было немножко больше, жена говорит, беги, забирай, забирай, скорее, я говорю, я им верю, ничего не произойдет, ничего не произошло, один из крупнейших банков страны их перехватил, деньги все в порядке, проценты идут, вклад созревает буквально через два дня, я заберу все деньги, я не хочу оставаться в большом банке, ухожу, но я просто к тому, что все закончилось очень мягко для людей, для вкладчиков, а держатели акции потеряли все, то есть, никто им ничего не возмещал, со 180 долларов, как вы сказали, до 24 центов, это, так сказать, это ваши потери, я отвлекся, сделка, которая, ну, мы можем затянуть еще несколько минут, я не хочу ни в коем случае красть время у наших слушателей. Здесь, вот такой ключевой момент, вот как, допустим, трейдеру, возможно, обезопасить себя, то есть, какие могут быть сигналы на то, что там не нужно входить в эту бумагу, да, или лучше поискать какие-то поли, особенно, когда вот там появляется какая-то ситуация вокруг кризиса, да, и видно, что этот банк падает быстрее, чем все другие, естественно, что может появляться желание там купить, да, скидкать. Я помню, я когда очень маленький еще был, пешком под стол ходил, мама говорила, не играй с огнем, оставь, не трогай спички, да, то есть, когда видно, что явно происходит кризис, да, происходит кризис, единственное, кто сумеет нагреть руки на кризис, нагреть и не пожечь руки на кризисе, это какие-то внутренние люди, да, если вы внешний человек и небольшой игрок в чужой стране, не играйте с огнем, займитесь чем-то более, ищите что-то более спокойное и надежное. Спасибо, Александр, и тогда давайте перейдем к тем инструментам, как раз к Broadcom, и, кстати, для наших слушателей тоже скажу, чуть позже ссылочку пришлю в чат, вчера у нас была встреча на английском языке, какие-то инструменты, которые мы обсуждали вчера, мы обсудим сегодня, как, допустим, Broadcom, и я тоже взял несколько новых инструментов, поэтому, если что, можно будет, вы можете посмотреть запись, которая была сделана вчера, ссылочку я пришлю, то есть, там еще были инструменты, которые сегодня мы обсуждать не будем. Да, вот открыл. Как красиво, как красиво, знаете, вот, а, как, то есть, я приехал на прошлой, на прошлой неделе, я только вернулся, значит, из Европы, был в Европе 10 дней, немножко больше, и, и вдруг я вижу вот эту, эту красоту, значит, к сожалению, на вашем графике, Роман, вот, что плохо видно, это цена закрытия, и цена открытия, они очень, я это знаю, где они находятся, но они очень, вот, 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 вот сейчас совсем по-другому, то же самое на недельном графике, сделайте, да, у нас был вебинар, а, как я сказал, я медведь, у меня было три позиции, открыто, до начала вебинара, я открыл три позиции, которые, значит, я собирался держать несколько дней, возможно, до пятницы, я краткосрочный играл, и вдруг он выскочил, кто-то попросил, видимо, кто-то попросил Роману, выставил этот график, Broadcom, и, значит, недельный график слева, дневной график справа, в понедельник американский рынок был закрыт, поэтому этот длиннющий, длиннющий столбик, это первый день недели, и это акция, компьютерная акция, которая полностью участвует в бычьем рынке, то есть это вот, это один из лидеров рынка, а я совершенно, как-то вот мимо меня это прошло, я коротил, я коротил Nvidia, закрыл уже позицию очень удачно, еще, 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 а вот это проскочило мимо меня, я во время вебинара смотрел на это, но это прямо вот то, что, вот это вот сделка на пятерку, акция в понедельник, во вторник, извините, во вторник, первый день недели был вторник, смотрим на дневной график, акция открылась на ГЭП, на ГАПе, неслыханно побежала вверх, а ко времени, что у нас проходил вебинар, она уже торговалась ниже цены открытия, вот это для меня ключевой момент, то есть, когда акция ведет себя абсолютно дико, абсолютно дико, как эта акция вела себя совершенно дико, для меня очень, я всегда жду, если я хочу коротить, то чтобы она, чтобы цена последняя, значит, на данный момент была бы ниже цены открытия, то есть, динамика должна быть вниз, естественно, и противоположная, когда покупаешь ближе ко дну, и где-то в получасе после окончания вебинара, я закоротил это дело, но был момент, был момент, значит, который я так мыслил о нем довольно сильно, дело в том, что эта компания Broadcom объявит о своих доходах в четверг, в четверг, то есть, завтра, да, то есть, я четко знал, что я не собираюсь ее держать до четверга, вот этого я не собираюсь сделать четко, сегодня утром, Broadcom открылась, акция открылась чуть-чуть выше, чем она закрылась вчера, последний график, она сейчас торгуется, да, около, около 900 долларов, чуть-чуть пыталась опуститься, сказать, опущение не получилось, она сейчас поднимается немножко, рынок очень слаб сегодня, а эта акция держится хорошо, видимо, у них будет очень хорошее сообщение завтра, я думаю, не надо жадничать, для меня, слово силы на рынке, и в жизни вообще, по жизни тоже, хватит, достаточно, вот мне этого достаточно, я закоротил ее где-то около 840, я закрыл ее где-то около 807, хватит, взял и хватит, больше не надо, больше было бы хорошо, но не надо, хватит, вот это действительно слово, по-английски это enough, 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 взял сколько надо, enough, у трейдера есть два главных внутренних врага, это жадность и страх, у кого-то сильнее страх, у кого-то сильнее жадность, но это две самые вредящие эмоции трейдера, и если вы можете сказать себе, хватит, то это помогает контролировать жадность, вот такая сделка, спасибо большое, Роман, это получалось очень приятно, приятно для души, для кармана. Отлично, я рад, что мы помогли друг другу, вы сделали сделку, и нам на следующей встрече рассказали про нее, отлично, и может быть, вот несколько слов, тоже вот включу две бумаги, как раз, компании, производящие чипы, очень активно росли, по сравнению с другими, то есть, в принципе, очень явно выбивались они из всей корзины, в принципе, американских бумаг, и вот буквально, может быть, пару слов, да, вот Nvidia, и еще Nvidia. Да, я торговал Nvidia вчера, я торговал сегодня, вчерашнюю сделку я уже закрыл, сегодняшняя все еще открыта. Вот этот вот огромный габ, который вы видите, совершенно несусветно огромный габ, который вы видите здесь, это было сообщение о доходах. Сейчас вообще все ходят, все ходят тут вообще, ну, как-то, самый главный предмет обсуждения, это искусственный интеллект, AI, Artificial Intelligence. Все делает, все. Жена вернулась только что из Японии, взяла туда племянника и племянницу в награду, значит, за окончание там школы, окончание школы с детства, она их свозила в Японию. И, значит, племянник, который слетал туда на мой билет, дешевый билет, но мой, прислал мне какое-то такое, было благодарное письмо, не мог парнишка такого написать. Я ему говорю, ты сам написал, или чат GPT? А, говорит, я пользуюсь чат GPT, это более эффективно. Я говорю, ну, в следующий раз пускай тебе чат GPT и покупай твой билет. Долго извинялся и прислал мне уже личное письмо. Кто-то боится этой программы, потому что боятся, что она, значит, у людей отнимет работу. Кто-то любит эту программу. Кстати, но это кто любит, кто ненавидит, но все это крутится на чипах, которые делает компания NVIDIA. Поэтому колоссальный габ. Колоссальный габ. И ясно, это ненормальное поведение. Ненормальное поведение прекратится всегда. Оно не может... Я помню, когда, ну как, маниакальный пациент его привязывают к кровати, чтобы он не выпрыгнул в окно, но потом мания проходит. Вот это маниакальный эпизод. И вчера был уже габ гораздо поменьше по старой памяти. И как такое, значит, акция стала торговаться ниже цены открытия. Я в нее влез. К концу дня я закрыл эту позицию. А сегодня по самому открытию я взял и открылся еще раз на понижение. То есть, все, маниакальный эпизод подходит к концу. Это не значит, что акция провалится вообще в тартерары, что медвежий рынок с ней начнется. Вот это я бы не сказал. Но после маниакального эпизода пациент должен просто полежать и прийти в себя. Вот так вот. То есть, то, что я вижу здесь, это конец маниакального эпизода. И поэтому я так поигрываю на понижение. Я это делал вчера. У меня еще открыта позиция сегодня. Я буду смотреть на это завтра. Спасибо. Александр. Я побаиваюсь, я побаиваюсь на ночь оставлять эту позицию. Я побаиваюсь на ночь оставлять. Слишком, слишком, слишком боевая. Ну, опять-таки, слово силы на рынке это хватит. Хватит. Взял, ушел. Потом пришел, взял еще, опять ушел. Я знаю только одного человека, который всегда покупает по самой низшей цене, а продает по самой высокой. А его зовут Врунишко. И вот добавил, чтобы завершить этот блок по AMD. AMD, да. Очень. Ну, опять-таки, AMD всегда была как бы второразрядной компанией по чипам, а тут они в последнее время вышли в первые ряды. Но, опять-таки, маниакальный эпизод, да. Цена выше конверта, да. То есть, выше конверта рынок, у рынка, рынку можно поставить психиатрический диагноз, маниакальный депрессивный психоз. Вот если мы смотрим на недельный график, где-то в сентябре прошлого года, да, AMD, да, ближе к левому краю недельного графика, это был депрессивный эпизод. Пациент вообще хотел выброситься из окна, санитары его удерживали. Это был депрессивный эпизод. А сейчас у пациента маниакальный эпизод, у правого края, да. И я как трейдер, то есть, врач помогает пациенту, а трейдер делает наоборот. Когда я вижу, люди в депрессии хотят только продать, все продают, все продают. Я говорю, ну ладно, я этот плохой товар возьму у вас. Ну, со скидкой я его у вас куплю, чтобы избавить вам пальцы больше не жгло. А когда рынок поднимается под самый верх, и все, а мне еще, а мне еще. Ладно, я вам продам накоротко, играю на понижение. То есть, покупаем депрессию, продаем манию, продаем манию, покупаем депрессию. Ну, это очень трудная игра, это легко сказать, но эмоционально это, конечно, все очень непросто. Но если вот вы схватываете эту концепцию, что рынок колеблется между депрессией и манией, это поможет вам определиться. А вот где мы, где рынок, в котором я заинтересован, находится сейчас? На недельном графике, вы видите, в середине было пара моментов, когда этот рынок приближался к верхнему конверту. Вот там народ весь покупает. Ну как, все идет вверх, да? Я смотрю на это, да, маниакальный эпизод. Будем коротить или подождем, пока цена вернется в зону ценности. Может быть, в зоне ценности лучше укупить. Вот так. Спасибо, Александр. Если мы вас на пару минут задержим, у меня есть две бумаги и пара вопросов, которые я вам прислал. Да-да-да, вопросы, да. Из других секторов это вот две бумаги. Первая это Ульта, Ульта Бьюти. Ульта. Эта компания производит косметику, да? Не знаю, почему они так обвалились, я не следил за новостями. Видимо, сообщение о доходах было. Одну секунду, я сейчас посмотрю. Ульта, Ульта, я сейчас просто впечатываю ее у себя. Замечательная компания Finviz, finviz.com, где вы можете получить всю информацию, когда какие доходы. Да, доходы были 25 мая после закрытия. Видимо, слишком мало продали этого крема. Кстати, такой хотел сказать политически неправильный комментарий, но решил удержать его при себе. Но при этом, при этом, да, мы видим, что на недельном графике здоровенный столбик, на дневном графике колоссальный гап, и в первый день вы видите цену открытия и цену закрытия, да, динамика вниз. вчера уже динамика поменялась. Открытие, а цена закрытия выше цены открытия. Сегодня такая же динамика. То есть, акция начинает строить донышко. Другое дело, что эта донышко не будет построена за неделю и даже за месяц. То есть, такой вот удар в поддыхало, как говорится, акция от него быстро не оправится. Но урон уже кончился, то есть, продавать накоротко поздно, в будущем в какой-то момент это дело может открыться. Компания существует много лет, она никуда не уйдет. Создастся база и с этой базы начнется ралли. Если нам предстоит еще медвежий тренд впереди, то к концу этого медвежьего тренда эта акция может быть одной из первых, которая устаканится, потому что она получила удар этот раньше и пока другие акции еще падают, она может уже устаканиться, она может стать одним из лидеров следующего бычьего рынка. Но это будет очень не скоро. А для того, чтобы запомнить такие вещи, просто кто будет помнить эту компанию Ульта через месяц или через два, надо вести хорошие записи. Записывать планы, календарь, проверь Ульта первого числа каждого месяца. Вот так вот. Александр, такой вопрос. То есть, мы посмотрели сейчас две бумаги, да, и явно видим тенденцию, что у нас есть компания, которая растет, да, от там недели к неделе, от месяца к месяцу, у них выходит отчет о доходах явно хороший, компания открывается с гэпом вверх. И с другой стороны, есть компания, которая падает, вот там несколько недель, открывается плохой, выходит плохой, видимо, отчет, да, и компания продолжает падать еще ниже. как вы считаете, то есть здесь, понятно, что здесь идет торговля против падения, да, то есть на отскок от него, что, может быть, вы для себя замечали, что более, ну, не то, что безопасно, тут, наверное, неправильно-то говорить, но, скажем, быстрее до дна компания может дойти, то есть она с большей вероятностью продолжит падать, или все-таки она может расти? Я думаю, что она хочет устаканиться. Возьмите недельный график и сожмите его, давайте посмотрим немножко более длинную историю на недельном графике. То есть, вот в районе, где находится эта компания сейчас, вот эта горизонтальная линия, очень, видите, это была линия сопротивления, которая медведи, быки натыкались на эту линию и падали. Наконец, пробили, а теперь, значит, медведи в контроле и где они остановились? На той же линии. То есть, эта линия, где-то порядка 400-420 долларов за акцию, это была линия сильнейшего сопротивления, которая теперь, скорее всего, станет линией очень сильной поддержки. То есть, для вас в подобной ситуации, в принципе, появление сигналов, которые подтверждают настрой движения, да, то есть, в ту сторону, которую вы предполагаете, в принципе, нет большой разницы, был ли гэп вверх, да, условно, или вниз. Да, ну, гэп это гэп. Я стараюсь после гэпов держаться чуть-чуть подальше от акции, потому что гэпы травмируют людей, а травмированные люди делают очень странные вещи. Понял. Спасибо, Александр. и последнее, Netflix. До сих пор, до сих пор чешу то место, за которое Netflix меня укусил. Это было много лет тому назад, но это был такой незабываемый урок, очень полезный оказался. Netflix, можно немножко уплотнить недельный график? Кстати, вот этот вот, вот этот вот гэп, это, видите, два таких очень длинных штриха на недельном графике, да, вот, вот, вот второй, первый это, да, а вот второй, это вот, от него, следующий, следующий, уже к самому низу, который, да, это было где-то в апреле, нет, или это первый был, но неважно, короче говоря, тяжелые воспоминания. Смотрим на этот график. Значит, Netflix все хоронили, хоронили, а он взял и ожил, но у правого края выглядит очень неблагоприятно. Очень, помните, мы говорили, сделка на пятерку, МСД гистограмма, медвежья дивергенция, да, дивергенции еще нет, потому что последний штрих МСД гистограммы выше предыдущего, да, то есть, ралли продолжается, но если у самого правого края на недельном графике, у самого правого края МСД гистограмма продолжает расти, да, но вот если чуть-чуть опустится, то импульсная система станет зеленый, синий, и будет очень громкая медвежья дивергенция, то есть, это акция, которая готовится к тому, чтобы дать очень сильный, не простой, а очень сильный медвежий сигнал. Сегодня его нет, но он может быть через, я даже могу сказать вам, глядя на свои инструменты, уровень, на котором этот сигнал может произойти, произойти Netflix. если Netflix опустится, но эта неделя уже кончается, он должен опуститься до где же, где же, где же, а он должен опуститься до 364 долларов, 365 долларов, как дней в году, чтобы возникла дивергенция. На следующей неделе, значит, после уикенда, если опустится ниже 380, то это будет легально коротить. То есть, на данный момент Netflix стоит на 392, на 382 дивергенция будет на месте, и Netflix встанет на понижение. Посмотрим на дневной график. Близко, близко, еще не там, но уже близко, еще не там, но уже близко. Это будет, кстати, вторая сделка подряд. Я с вашей легкой руки коротил Broadcom, а сейчас я четко поставлю Netflix в свой список. Это не на сегодня, и, скорее всего, даже и не на завтра, а вот на следующей неделе это вполне, вполне реально будет очень привлекательная сделка. спросите у меня, когда встретимся в следующий раз. Спустя несколько лет и десятки наших встреч я понял, как находить те бумаги, которые могут быть вам интересны. Спасибо. И немножко разбавляюсь теми, которые могут быть не очень интересны. Спасибо большое. Спасибо. Давайте продолжать. там билет на самолет даже пришлю. Пару минут вопросы пришли. Николай спрашивает вопрос, когда эти дивергенции обнуляются по МСД, РСА, то есть, когда дивергенция перестает действовать. Хорошие сигналы действуют быстро. Если сигнал не действует два-три дня, то я предпочитаю закрыть позицию и искать другую. Вы знаете, преимущество рынка акций огромное количество инструментов. Вам не нужно нянчить ни один из них. Должен повиниться, значит, Александр пишет, что я обещал про меня, что я обещал подговорить ответы по Абгару. Я, к сожалению, этого не сделал, потому что вообще в Европе был полмесяца почти, а когда приехал, рынки встали на уши, и я просто так сказать, я их держу за уши. В книжке есть про Абгар, который я показывал сегодня опять, это ложный пролом с дивергенцией, а то, что Александр просит Абгар для другой системы, возвращение к ценности. Это не моя игра, и мне, чтобы написать этот Абгар, нужно потратить где-то полчаса, час скорее. Этого часа у меня не было. Мне это висит на доске, что надо сделать. Я постараюсь это сделать, но не обещаю. Постараюсь. Как бы вы использовали индекс силы при торговле по тренду? Какой сигнал от него ожидать? Если я играю по тренду, значит, недельный график идет вверх, я жду, чтобы на дневном графике индекс силы опустился ниже нуля. Я ищу волну, которая идет против течения и против прилива. Прилив идет вверх, а тут волна идет вниз. Очень, кстати, полезный сигнал. Когда вы говорите, что никогда не купите у верхнего конверта, имеете в виду на дневном графике? Да, на дневном. На недельном это реально, это легально. Еще один вопрос при торговле по тренду. Не моя игра. Сколько сделок у вас обычно открыты одновременно? Сколько бы порекомендовали начинающему трейдеру? Я много лет назад прочитал, что посчитали, что птички, птицы могут считать до шести. Значит, охотники заходят в блиндаж группой. Один остается, другие идут к следующему блиндажу, к следующему, чтобы, значит, уток отстреливать. Так вот, если два охотника заходят в блиндаж, только один выходит, то уже утки к этому блиндажу близко не подлетают. Они знают, там кто-то сидит. А если в группе больше шести человек, вот это и сбивает с толку. Я для себя решил, что если утки умеют считать до шести, то я, наверное, тоже справлюсь. Поэтому я стараюсь не держать больше шести акций в одно и то же время. Иногда немножко больше. Но это зависит от человека. У меня есть два приятеля, которые держат по 20-25 акций. И они уже в голове держат их. Мне бы список уже потребовался. Вам нужно считать по собственной способности. Но для начинающего трейдера две, три, может быть. Вот так вот. Спасибо, Александр. С удовольствием, Роман, всегда очень приятно с вами работать. Спасибо большое. Успехов и хорошего лета. Очень интересная получилась встреча. О многом поговорили. Спасибо большое. Так как всегда увидимся в следующем месяце, в июне. Спасибо большое. И вам еще хорошего продолжения дня. Спасибо большое. Всего хорошего. До свидания. До свидания, Александр. Уважаемые участники, также, как я обещал в начале нашей встречи, хотел рассказать про индикаторы Александра, как их можно установить в платформу и, собственно, как их можно получить. То есть мы предоставляем данные индикаторы, которые были разработаны Александром. В принципе, то, что вы видели сегодня в ходе нашей встречи, они доступны бесплатно для клиентов Admirals при наличии реального счета с балансом более 200 евро. Для того, чтобы их запросить, необходимо написать на почту elder-disk собака от Maramarkis.com и, собственно, на ваш запрос мы вам пришлем набор индикаторов, шаблоны и видеоинструкцию по тому, как их установить. Сейчас для тех, кто смотрит нас в Zoom, я прикладываю почту в чат, поэтому можете сразу же написать. Если у вас пока еще нет реального счета, то также наши специалисты помогут вам счет открыть и подобрать оптимальный тип счета. Поэтому пишите и или отправим индикаторы, или поможем вам по сотрудничеству с Admirals. И про конкурсы. Как я уже сказал, у нас проходит конкурс вместе с Александром. Такой джентльменский конкурс. Ну, собственно, итоги вы видели сегодня, где у нас была акция «Победитель». И я также призываю вас в нем поучаствовать. Это такой джентльменский конкурс, который у нас идет от вебинара к вебинару. В следующий раз мы с вами встретимся 28 июня. И, собственно, вот у нас есть временные рамки с 1 июня по 28 июня, когда в этом конкурсе можно принять участие. Что нужно? Нужно быть подписан на YouTube-канал Admirals. Сейчас я прикладываю ссылку на русскоязычный канал, как раз где будет доступна запись данного видео. Если вы смотрите уже нас на YouTube, то, собственно, вы уже в нужном месте и нажмите на подписаться, на колокольчик и поставьте лайк обязательно к видео. Собственно, конкурс проходит под последним видео. В данном случае это будет план на июнь. И внутри этого конкурса мы принимаем на конкурс инструменты, по которым вы бы хотели открыть позицию. Или вы видите позицию, или вы предполагаете позицию. Возможно, по вашей системе, возможно, по системе Александра или с какими-то ее элементами. Но суть заключается в том, что вы предлагаете один из инструментов, указываете цену входа, стоп-лосс, тейк-профит и обязательно напишите дату поста, когда, собственно, вы эту сделку предлагаете. Для того, чтобы ее можно было найти на графике и оценить, насколько она реализовалась. И, соответственно, если ваша сделка будет закроется по тейк-профиту, то есть мы отдаем предпочтение этим сделкам, которые закрылись по тейк-профиту, и чье движение в процентах будет выше, тот и будет победителем. Собственно, конкурс достаточно простой, и в рамках этого конкурса можно получить книгу с автографом Александра. Мы уже начинаем и будем отправлять предыдущим победителям, новым победителям последнюю книгу Александра на русском языке «Как играть и выигрывать на бирже в 21 веке». С автографом Александра, безусловно. И важный момент, комментарий нельзя редактировать. Поэтому призываю поучаствовать, по крайней мере, это такая, скажем так, демо-торговля, торговля на бумаге, но в том числе вы сможете и себя дисциплинировать, подумать как раз о таких важных вещах, как ступлост, трик профит, как спланировать эту сделку и получить приятный приз в конце. И также мы с Александром разбираем эти сделки, как вы видели, то есть те, которые закрылись с убытком, несколько сделок, на которых важно обратить внимание. И также, соответственно, сделка, которая была прибыльной. Вот пишут, что пора нам открывать офис в США. Вот мы пока получили лицензию Канады, поэтому США это такая достаточно сильная юрисдикция и возможно со временем мы до нее дойдем. Спасибо большое за участие, спасибо всем за встречу, как всегда, очень активно, очень продуктивно пообщались, обсудили много вопросов, поэтому будем вас ждать на наших следующих вебинарах, следующий будет в конце июня и также поговорим про текущую ситуацию, разберем рынки и обязательно побеседуем с Александром на важные темы с точки зрения трейдинга и инвестиций. Всем желаю хорошего вечера, спасибо и до свидания. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»